Может ли любой человек прямо сейчас начать применять закон притяжения, который гласит, что мы притягиваем в свою жизнь то, о чем больше всего думаем и на чем концентрируемся? Можете ли вы обозначить какие-то базовые принципы работы закона притяжения? Вы уже рассказывали об этом, но мне кажется, что очень много людей просто не умеют правильно им пользоваться. Во-первых, вам нужно прислушаться к своим мыслям. Большинство людей даже не осознают, насколько плохо они о себе думают. В среднем у человека возникает порядка 70 тысяч негативных мыслей за день. 70 тысяч? Да, а если верить некоторым исследованиям, то еще больше. И самое интересное, что чаще всего это одни и те же мысли. Я недостаточно хорош, у меня ничего не получится, это у других все получается, у Джо Витали, у тех, кто снимался в фильме «Секрет», но только не у меня. Человек планирует что-то сделать, но при этом думает, что для этого живет не в той стране, не с тем президентом, что у него нет времени, знаний, нет достаточного опыта. Эти негативные мысли не дают человеку полностью раскрыться. И вместо того, чтобы идти за своей мечтой, он просто ползет по жизни без какого-либо энтузиазма, без веры в себя и упускает все возможности изменить жизнь к лучшему. Закон притяжения говорит о том, что у каждого есть выбор. Каждый может изменить свое мышление. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это осознать и признать, что ваши мысли по большей части негативные. Во-вторых, ваши мысли — это не вы. Все ваши мысли существуют отдельно от вас. Это может немного шокировать, когда начинаешь задумываться об этом впервые. Но даже есть много разных книг по типу «Вы — это не ваши мысли», «Вы — это не ваш мозг», которые четко дают понять, что наши мысли в голове — это просто мысли, это не мы сами. Если мы будем отстраняться от всех негативных мыслей и начнем отпускать их, мы сможем сделать шаг в сторону от них и сократить пагубное влияние этих мыслей на наше самочувствие. Поэтому второй шаг заключается в том, чтобы осознать, что ваши мысли — это не вы. Третий шаг — вам нужно начать думать о том, чего вы хотите. Аффирмации, позитивное мышление и позитивные утверждения. Вместо того, чтобы говорить «Я недостаточно хорош», скажите себе «Я достаточно хорош, у меня все получится». Если это получилось у других, то и у меня получится. Это ведь точно такие же люди, как и я. После этого программные установки в вашем подсознании начнут перестраиваться. Это самые базовые принципы. После этого мы уже можем немного углубиться. Каждый из нас привлекает в свою жизнь то, о чем больше всего думает. А большинство людей постоянно думают о чем-то негативном. Вместо этого нужно всегда думать о том, что вы любите, что вас больше всего увлекает. И вы заметите, как все изменится. Вы станете намного счастливее, здоровее, энергичнее, активнее. И чем чаще вы будете об этом думать, тем больше у вас будет возникать позитивных эмоций, которые будут помогать вам продвигаться к своим целям. И для этого очень важно четко представлять свои цели, представлять картину того, что вы хотите. Неважно, дом ли это, машина, куча денег, духовное просветление или что-то еще. Потому что ретикулярная активирующая система в вашем мозге реагирует на постоянные повторения, на визуальные образы и эмоции. Все эти вместе взятые принципы – это почти полноценный курс о том, как изменить свою жизнь через отделение себя от своих мыслей. Каждый человек способен отпустить свои негативные мысли и начать создавать новые. Вы можете достичь любой цели, если поймете, чего именно вы хотите, если создадите визуальный образ и наполните его положительными эмоциями. И тогда желаемое само придет к вам. Вы можете запрограммировать себя на другие вещи, запрограммировать себя на то, что вы хотите получить. Может быть, вы хотите больше денег, романтические отношения, здоровье, новый дом. Вам нужно просто следовать самым простым принципам. Вы будете использовать их для тех вещей, которые вы хотите иметь или которыми хотите заниматься. То есть, если я чего-то хочу, то мне нужно создать в голове мысленный образ и сделать картинку, как, например, на доске визуализации, или просто мне нужно постоянно хранить эту картинку у себя в разуме. Лучше всего использовать и то, и другое. Вот как делаю лично я. Я называю это графическим представлением своего желания. Доска визуализации — это очень удобный вариант создания такового, потому что она представляет из себя большой постер, где находятся картинки того, что человек хочет получить. Например, если я хочу себе Mercedes, то я зайду в Google, найду там несколько картинок, которые мне больше всего нравятся и которые вызывают у меня самые яркие чувства, распечатаю их и повешу на свою доску. Если же я хочу конкретный дом, как, например, особняк на побережье в Сан-Диего, я также найду какую-нибудь картинку с этим домом, распечатаю ее и повешу на эту доску. Идея не в том, чтобы время от времени думать об этих целях. Мне нужно донести все мои цели до моего подсознания. Если вы будете видеть эти образы часто, у вас будет срабатывать эффект повторения, и тогда ваше подсознание будет намного лучше воспринимать эту информацию. Доска визуализации — это очень популярная вещь. Ее можно сделать у себя в телефоне, на зеркале, на холодильнике или у себя в спальне. Вы должны встречать образы своих желаний повсеместно. Важно не просто думать о них. Нужно визуально напоминать себе о своих целях. Будь это дом, машина, счет в банке или что-то другое. А можно ли иметь несколько разных изображений для нескольких разных целей? Например, дом, бизнес, отношения, какие-то изменения в моем теле. Это хороший вопрос. Информация по этому поводу противоречивая. Лично я считаю, что нужно фокусироваться на какой-то одной вещи. Если вы фокусируетесь на одной вещи, вы уделяете ей больше всего внимания, посылая мощный сигнал в свое подсознание. В этом случае не будет большой путаницы из-за множества желаний. Но я думаю, что также не будет большой ошибкой иметь доску визуализации, где будут находиться сразу несколько желаемых вещей. Там может быть все — отношения, дом, яхта, все что угодно. Но я считаю, что будет более эффективно выбрать какую-то одну цель и сосредоточиться на ней. Все мои достижения в жизни случались после того, как я направлял на них наибольшее внимание. Поэтому вы можете сказать себе, что хотите написать книгу или записать музыку, или хотите получить эту машину, либо хотите испытать какие-то эмоции, и потом направить на это основной фокус внимания. В этом случае вы достигнете своих целей намного быстрее.